СВЯТОСЛАВ ВАКОРЧУК Недавно группа Океан Эльзы была с концертами в Казахстане. Вакорчук запомнил выступление в Алматы, на которое поклонники пришли с украинскими флагами. При этом Святослав Вакорчук избегает рассуждения о режиме в Казахстане, мол имеет моральное право говорить о политике только в Украине. А вот политика других стран, я могу иметь свое личное мнение, но не хотел бы его высказывать публично, это было бы некорректно, поскольку я не хочу вмешиваться в дела других стран. Поклонники задавали разные вопросы. От простых. Как к вам приходит вдохновение писать? Это очень иррациональный вопрос. Вы можете пояснить, по какому принципу вам нравится парень? По какому принципу вам подобается хлопать? Да довольно сложных, таких как искусство и политика. Среди украинских музыкантов раскол. Одни перечисляют гонорары в поддержку армии, а другие продолжают выступать в России и на оккупированной территории Украины. Хороший вопрос, но очень черно-белый. Жизнь не бывает черно-белой. Не хочется, чтобы выглядело так. Поддерживаю военных. Я бы сказал, поддерживаю свою страну. Так было бы правильнее. Военные – это часть страны и часть того, что происходит в стране. И что это значит? Выходит, что кто-то поддерживает военных из-за процветания страны, а кто-то против. Но это как-то автоматически разделяет людей. Чувствую на то, что и бывает в Украине. Пока лидер Океанель задержит кулаки и молится за мир у себя на родине. Чтобы перейти от слов к делу, Вакарчук предложил собравшимся в ближайшее время устроить в Калифорнии благотворительный концерт, средства от которого пойдут на нужды военных и вынужденных переселенцев. Завершилась встреча исполнением гимна Украины, ставшим символом свободы в 2014 году. Субтитры создавал DimaTorzok